Приветствую вас. Я думаю, что основная проблема, которую вы, возможно, не видите в себе, это ваша склонность к созависимым отношениям, которая проявила или проявляла себя. И еще раньше, когда вы были со своим мужем в отношениях, который выпивал у вас, и который, как я думаю, вас как-то принижал, обесценивал, притеснял, оскорблял, ну короче говоря, подтверждал вашу определенную жизненную позицию, касающуюся себя. Подтверждал он вашу занятие самооценку, в том числе подтверждал он и то, как вы себя воспринимали, как он, как вы к себе относились и так далее. Все, что вы пишете сейчас, все, что вы пишете здесь, на мой взгляд, это не более, чем следствие, это не более, чем результат процессов, которые начались уже давно. Почему? Потому что вы ждете. Почему? Потому что вы боитесь. Почему? Потому что вы даже не замечаете, что мужчина женат, что у него семья, и что вы не единственная женщина в его жизни. И что для отношений в любом случае нужно, чтобы он из своей семьи ушел и побыл какое-то время один. Вот. То, что вы описываете, да, это все, ну это очень поверхностно, потому что вы пишете, он очень деятельный, всегда что-то делает, и неделю слетал в Сочи, и так далее. Мне помогает, но ко мне не заходит. На эту поездку к нему уговаривал несколько дней, опять ничего. Он женат, на дура одиночки. Вы знаете, я вижу, что вы пытаетесь его как-то понять, вы пытаетесь его, возможно, даже оправдать. Это, опять же, характеризует вас как созависимого человека, созависимого партнера. Вот. Ну, вы можете посмотреть в интернете, что такое созависимость. Я полагаю, что после этого вам станет все более-менее понятно. На мой взгляд, ну, должно, так понятно. Вот. Правда в том, что мужчина боится близости, боится сближения, и правда в том, что вы тоже боитесь сближения, вы тоже боитесь близких отношений. Вот. Именно поэтому, потому что вы боитесь близких отношений, вы выбрали себе такого мужчину, который, по сути, скорее всего, никогда не сможет вам дать того, что вы хотите. А именно, каких-то таких серьезных, серьезных отношений, направленных на действительно партнера. Почему? Потому что у него явно есть свои проблемы. Понимаете? Понимаете? То есть, даже если он уйдет из семьи, даже если он будет с вами, к примеру, эти проблемы, проблемы ухода от реальности, проблемы ухода от реальных проблем, нежелание принимать какие-то решения, значит, скажем так, рационализация, да, путем работы. Эти проблемы, они все сохранятся. То есть, они, как бы, никуда не денутся, они никуда не уйдут. И правда заключается в том, что вам нужно менять свой подход к ситуации. Понимаете? То есть, вам нужно менять подход к этой истории, а не его менять. Понимаете? То есть, посмотрите на свои мотивы. Посмотрите на свои мотивы и на свою субъективную сторону. Первое. Вы пишете, что я его жду и разочаровываюсь. То есть, вы ждете, это означает, что у вас есть определенные ожидания. Вот. Ваши определенные ожидания связаны с желаниями и потребностями, которые вам необходимо отделить от того, что вы чувствуете к молодому человеку. К мужчине. Вот. А это первое. Второе. Разочарование. Разочарование, это достаточно детское чувство. Вот. Которое свойственно ребенку. То есть, это идеализация. Идеализация происходит также за счет желаний, имеющихся в человеке, но в процессе переноса этих желаний на реальный существующий объект. Соответственно, происходит подмена. Подмена реальных вещей, вещами вымышленными. Ну, под воздействием желаний. Потому что желания есть, они на психику вашу влияют. И, соответственно, это позволяет вам воспринимать себя немножко по-другому. Не так, как есть на самом деле. Дальше. Страх. Драк. Драк, это универсальное чувство, которое, с одной стороны, представляет собой защитную реакцию, защитный механизм. То есть, призванный уберечь человека от той или иной ошибки, от того или иного действия. С другой стороны, страх, это инверсивное желание. То есть, это желание, по сути, обращенное в запрет. К примеру. Вот. Но это чувство не имеет ничего общего с самим мужчиной. Это чувство имеет отношение, прямое отношение к вам. Но не имеет отношения к самому мужчине. Поэтому еще раз. Вот эти вещи нужно отделить. Ну и, по сути, почему происходит так, потому что вы себя так бы рекомендовали, да, и вы себя так и репрезентовали, и мужчина как бы чувствует, что он может с вами так себя вести. Он чувствует, что вы не ставите каких-то жестких условий, вы не ставите каких-то таких четких рамок, видимых границ, и поэтому он так себя ведет. Изменить как? Если говорить об изменении, то лучшее изменение можете сделать вы сами, перестав с ним взаимодействовать, перестав с ним общаться вообще. Но, и об этом вы пишете. Что? Я активно знакомлюсь, но возвращаюсь к нему. В какой-то момент думаю, вот он другой, все, что нужно, есть, и опять мысли о нем, переживания о нем. Он же, когда ему плохо, не принимает помощь вообще категорически, уходит в себя, и не идет на контакт со всем. Это признак созависимости. То есть, когда вы пытаетесь для человека играть роль, по факту, именно спасителя. Вот, про треугольник Карпмана, я думаю, вам тоже стоит почитать. То есть, вот созависимость и треугольник Карпмана. Дальше. Вы пишете, что я активно знакомлюсь и иногда думаю, вот он другой, все, что нужно, есть. Это тоже, это тоже системная ошибка. Вы пытаетесь найти то, что нужно вам, другому человеку, а правда в том, что все, что нужно вам, есть в вас. Правда, вы этого еще не знаете, но увидеть это и должен вам, по идее, помочь психолог. До тех пор, пока вы ждете и ожидаете, что другой человек даст вам то, что вам нужно, то, в чем вы нуждаетесь, ситуация на самом деле улучшаться не будет, а вы будете повторять все те же самые ошибки, просто потому что. Просто потому что. Вот. Поэтому, я полагаю, что именно вот так и нужно вам ответить на ваш вопрос. То есть, так случилось, что данный мужчина, по вашему мнению, наилучшим образом отражает ваше желание, которое у вас есть. То есть, он соответствует вашим потребностям, но ведь ваши потребности ни в коем случае не могут определять отношения. Отношения определяют то, что вы можете сделать для человека. Отношения определяют то, что вы можете, то, что вы можете дать человеку, к примеру. Но ни в коем случае не то, в чем вы нуждаетесь. Поэтому здесь история вот такая. А вы пишите, что мысли о нем и переживания о нем, это и есть и зависит. Это отсутствие личных границ у вас с другими людьми. Вот, возможно, низкая самооценка, страх, одиночество. Вот. А вы пишите, что я вполне реализованная личность, специалист и мать. Ну, вы знаете, может быть, вы и специалист, может быть, вы и реализованная мать, то есть реализованная личность и, может быть, вы даже хорошая мать. Но только это никак не характеризует то, что вы себя, к примеру, обесцениваете. Посчитали же вы, что вы достойный мужчина, как мужчина, у которой женат. Посчитали же вы, что можете в течение года его ждать. Стали же вы идеализировать. Так что на счет реализации, простите, я сомневаюсь. Показывается того, что вы специалист. Я верю, что вы специалист. Вопрос в том, какой вы специалист. Я предполагаю, что вы специалист определенного уровня. Обознавьте для себя задачу развиться до специалиста, к примеру, уровня повыше. Займитесь повышением квалификации сейчас, к примеру. Вот. И вы увидите, как, если это дело любимое, то, в чем вы являетесь специалистами, если это любимое дело, то вы увидите, насколько мужчина вам, к примеру, уже будет неинтересна. То есть, как только вы займете собой, как только вы займете своим делом, которое действительно вам интересно, которое действительно вам важно, которое вызывает у вас именно живой интерес, вы увидите, что отношения с мужчиной, это просто иллюзия. По сути, это только то, что вы видите. Понимаете? Потому что, если бы у него были к вам реальные чувства, он бы давно уже ушел из семьи, как минимум. Он этого не делает. Вот. Так что, здесь, еще раз повторяю, да, вот такие важные моменты, как самооценка, принятие себя, желание, которое вы связываете с мужчинами, да, то есть, для чего вы знакомитесь, что именно вам нужно в мужчине, вот, и причины, по которым у вас муж, значит, выпивал, да, и причины, по которым вы развелись. То есть, совершенно очевидно, что те причины, по которым вы развелись, они влияют, они влияют, в том числе и на то, что сейчас происходит в вашей жизни. Вот. То есть, если вы не разберете причин, по которым вы развелись с мужем, то вы не сможете построить отношения с другими людьми, с другими мужчинами. Именно поэтому у вас не получается. Вот. А то, что вы описываете, можно назвать тягой, то есть, вот это пересевание мыслей, это тяга к мужчине, и тяга эта тоже определяется именно тем, что нужно в алмане, тем, что нужно, тем, что нужно вашему, скажем так, партнеру. Вот. Поэтому, на мой взгляд, сейчас ваша задача найти человека в себе. Вот. Это одна из самых распространенных системных ошибок. Не нужно находить человека. Нужно быть кем-то. И то, что вы говорите, что вы реализованы, я верю, но если бы вы были реализованы по-настоящему, если бы ваши способности были раскрыты на сто процентов, то у вас не было бы такой тягой к мужчинам, и вы бы активно не знакомились. Понимаете? А значит, чего-то вам не хватает. И вот то, чего вам не хватает, то, что вас беспокоит, то, что вас волнует, то, чего вы боитесь, ведь вы очень боитесь, кстати говоря, вы не написали, чего вы боитесь. То есть, какой у вас страх, перед чем конкретно у вас страх, этого вы не написали. Так что это все нужно разобрать. Вот. Ага, на этом все. Надеюсь, что помог вам. Я не разбирал переписку специально, потому что в ней, по сути, ничего нет. Да. То есть, в ней это сплошные защитные реакции. Вот. То есть, как бы, искренней себе. Там переписки нет. Переписки нет. Никакой. Абсолютно. Вот. То есть, там, по сути, каждый говорит сам о себе. Как бы, в вашей переписке, да, каждый говорит о том, чего хочет он. Не о том, чего хочет другой, а чего хочет он. Вам это будет, конечно, неприятно. Слышит, безусловно. Потому что вы считаете, что вы к человеку совсем душой. Вы считаете, что вы его любите. Вы считаете, что вы о нем переживаете. Вот. Но в данном случае вы выступаете все-таки в роли спасителя. Вот. Так что, изучите, пожалуйста, эту тему. Тему, тему создавительности и тему треугольника Гармана. Вот. И я полагаю, что после этого уже можно будет с вами поработать, когда вы будете иметь представление о том, что происходит. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.